ДИСКОЛЕЙДИ И поехали в танцы в ритме. Дальше у нас LED одежда для диско-собак. Хамарочоси с джунглями та усилякими водоспадами. Что такое Jetlag? За скільки уроків можна стати художником? Про це поговоримо з Неллею Підгірною, основницею проєктою Удивідалі. А ще ми будем дивляться вместе з вами, якщо ви правильно відповідаєте на питання Вікторини. І після нашого дивлення ми, звичайно, вручаємо наші призы, так як вони у нас тут в студії і чекають на свого победителя. Є Славіка буде задавати питання, ви відповідаєте і всі сувніри вже ваше. Итак, календарик, значит, 1791 год, і ми Азбукай Морзе поздравляємо з днем рожденням Семіеля Морзе, тому що именно в цей день він родился. І зараз давайте спаємо йому. У 1981 році компанія Xerox анонсувала вихід інформаційної системи Star 8010. І це якраз масовий комп'ютер з мишкою та графічним інтерфейсом. Система мала 385 кілобайт, просто плакати хочеться. І при цьому вінчестер на 40 мегабайт. Ну це на той час було просто ой-й-й-й-й-й-й-й. Ну ваще, ну і чіпо себе. І при цьому ще комплектувалося все це монитором і працювало у локальних мережах. Вау, як прогрессивно. Ну, насправді історія, історія вона така. Історія, а історія творять наші, естественно, знамениті личності. І прямо сейчас вони будуть творити ленидарну історію касательно свого воображення. Сегодня ми с ними рассматриваем тему, що таке джек-лак. Джек-лак. Ээээ... Джек-лак. Джек-лак. Джек-лак – це щось в мене таке дуже американське. Що-то там с удачей. Желаю удачі. Хай щастить. А лак – це як український лак, не знаю, якийсь там феодальний лад, ну щось таке. Какой-то супер-лак. Ну, где-то так. Который позволяет тебе быть невидимой. Удачливый пиджак. Это супер-лак, девочки. Вы все верно говорите. На самом деле джек-лак – это такое себе слово, которое отображает реактивное смещение. То есть быстрое перемещение, смена часовых поясов. Вот так. Ну, это для тех, кто очень много летает. Ты же не пояснила, что это вы чувствуете, когда, например, приветствуете после Барселоны до Киева, вы чувствуете себе, о май гад, когда я буду спать, я хочу спать целый день. Ось, что-то подобное. Таких капризов не имеется, потому что у нас все на самом деле интереснее. Есть. Пропоную сделать М1 гучнее. Найпрорословно-технологии, секрети успешных людей и много подуманий – это стартап-шоу. Знеска фетра в одному на М1. М1. Диско-собаки. Представляете, я уже прям вижу, как мы с Саней идем по городу и на поводочках у нас собаки с мигающими костюмчиками, со всякими разными названиями, именами. Боже, как это мило, смотрите. Как таксочка-таксерчик. Ну, справедливо, такие накидки уже нас брали грушей на Кикстартере, для того, чтобы, по-перше, действительно, вашу свою собаку сделать супер просунутую домом. А еще, если она вдруг теряется, можно же таким образом проецировать на экраны подобного костюмчика надпись «Потерялась собака», «Пропала собака». И при этом вам это сделать просто с вашего мобильного пристроя, ну, например, с смартфоном. А еще можно туда проектировать слово «ФАС». А еще, а еще, внимание, одежда, это обойдется хозяину в 2500 долларов. Но это эксклюзивчика. Если вы будете покупать серийную модель, то это будет 300-400 долларов. Далее архитектура. Ну, вы же понимаете, что архитектура – это высокая. Поэтому сейчас будем обратиться к хмарочусев. Архитектурный журнал «Эвола» объявляет победителей ежегодного конкурса «Концепция небоскребов». Вот. И, значит, первое место у нас… «Скайскрепа Компетишн». И первое место занимает польское бюро под названием «Бамп с небоскребом», внутри которого должны располагаться природные ландшафтные зоны, джунгли, водоемы. Назвачок у Марачуса – «Эссенс скайскрепа». И там находится, единственное, как ты сказала, уже водоспады. То есть, можно, единственное, там, знаете, гайдатися на лианах. Второе место в этом конкурсе заняли индийцы по имени, кстати, Сурак Шабатла и Шаран Сундар. А они проектируют шанти-скапер, который предполагает строительство небоскребов и строительство отходов трущок. О, прикольно, прикольно, прикольно. Таким образом, действительно, поліпшируется экология. Далее, в стартап-шоу мы узнаем о многих интересах, например, взуття, которое возрастает вместе с вашей ногой. С какой высоты испытывали ручки Паркер, между прочим? И за сколько уроков можно стать художником, при этом будем спілкуваться с девчиной. Она уже прячется, приховывается у наших гримальцев, звать ее Неля Підгирна. И она основанная за проектом УДІВИДАЛІ. И мы уже рисуем наше будущее, ровно через час с вами встречаемся.